Привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами поговорим о тех продуктах, которые у меня подошли к концу или по какой-то причине мне не подошли. Всем, кому интересно, приятного просмотра! Следующее, что я тоже не смогла добить до конца, от натуры Сиберико, облепиховая их серия, облепиха Сиберико Профеш, делает волосы послушными и эластичными? Возможно. Фиксирует укладку? Нет. То есть фиксации как таковой нет, волосы через буквально час десятка сотеньки, тем более никакого прикорневого объема, как бы и не носила, и чуть-чуть, и не чуть-чуть. И какие манипуляции, я только не пыталась с этим делать. Единственное, что давал очень приятный аромат волосам, за что я ему спасибо, увлажнял. Но нет, не нравится мне эта штука, больше не куплю и вам не советую. Следующее, что закончилось, это вот как раз-таки термальная вода от Урьяш. Я очень ее люблю, единственное, что капала с этого вот дозатора. Почему-то в более маленькой версии у меня такой проблемы не было. Было очень приятное беспыльение, она немножко такая солоноватая. Крем впитывался просто на ура. После того, как у меня закончилась дотермалка, мои крема стали мне уже не так хорошо подходить, как с этой термальной водой. Я действительно эту термальную воду обязательно повторю, потому что я действительно вижу эффект. Кожа более увлажненная, более напитанная. Следом у меня не закончилась. И это тут моя печаль. Я задумываюсь о том, что, ну не задумываюсь, вернее, а собираюсь покупать новое. Моя доченька случайно уронила, и внутри пипетка, она раскололась. И я даже, ну, соответственно, так как она раскололась там на мелкие кусочки, ну, я просто не рискну это открывать, этим пользоваться, чтобы, не дай бог, не пораниться. Так мне это масло очень сильно нравилось. Оно действительно великолепное, оно очень хорошо увлажненное. Волосы после него действительно увлажненные. Я даже иногда делала, как себе, маски, либо на ночь, либо перед мытьем. Это потрясающий уход за длинными волосами. Мне его, честно, не хватало. И вот когда он разбился, я почувствовала, что моим волосам требуется увлажнение такое прям что-то посильнее. Закончился. Это мой любимый бальзам от EOS. Клубника. Да, вроде клубника. Я обожаю это увлажнение. Я действительно вижу от них уход за кубами. Естественно, это не моментальный уход, как от Lucas Papay, как от Carmex, как и Maximizer дает какой-то уход. Это нет, это не то. Это поддержание губ в хорошем состоянии, в хорошем увлажнении. Ну вот, мне очень нравится, как уход ежедневный за губами. Именно уход. Не моментальное действие, не залечивающее, что-то там, какие-то трещины, а именно уход ежедневный за губами. Это органические какие-то бальзамы. Это самая лучшая вещь вообще. Следующее, что у меня подошло к концу, и это я действительно выдавливала прям вот до последней капельки, это крем от L'Occitane, который Calite, обычный у меня, это большой. Я так переживаю, что вот надо срочно бежать за ним, потому что это настолько невероятное увлажнение, приятный аромат. Боже, насколько я люблю этот крем. Это просто напитанные ручки, очень хорошо увлажняют кутикулу, очень хорошо ухаживают за руками. Это самый-самый-самый-самый лучший крем для рук вообще на всей планете. Это все, что у меня закончилось, и, естественно, я это уже купила, и не одну баночку. Это потрясающая... Это потрясающая соль для ванны. У меня это лаванда и ваниль. Боже, как же это? Вообще, я раньше не переносила запах лаванды вообще никак. Но вот в последнее время лаванда, это просто мой, наверное, самый любимый аромат, и он действительно успокаивает. Это морская соль для ванны вообще расслабляющая. Вообще, самая лучшая соль для ванны, которую я вообще только пробовала. Она потрясающе пахнет. Она действительно расслабляет. Она тонизирует кожу. Очень быстро тает в ванной. Вообще просто потрясающе. И действительно вы ее сыпете и релаксируете. В ванной разносится такой приятный аромат. Это не совсем запах лаванды, не совсем запах ванили. Это, не знаю, куда-то вас уносит в какую-то поляну такую на свежем воздухе, где свечет лаванда. Вы в поле сидите, разложили плед какой-то, которые стелили. В корзиночке у вас багет, бутылка красного с холода вина, виноград. Ну, не знаю, вот какие-то у меня вот эти, такие ассоциации с этим ароматом какого-то лета, легкого летящего платья, таких кудрей, такого романтичного настроения. Ну, вот, и действительно вы расслабляетесь, погружаетесь в какую-то романтику, вас окутывает просто этот аромат, и вы выходите с совершенно другим настроением после принятия ванны с этой солью. Поэтому всем советую. Единственное, конечно, девочки, она не бюджетная. Вот такая баночка стоит 500 рублей, но я носки как в Литуале покупала две по 500, по-моему, было такое. Но, тем не менее, я ее действительно обожаю. Послушайте аромат. Это потрясающий сольный ванны. Следующее, что у меня уже давно подошло к концу, ну, все, никак не могу глаза снять. Здесь пустые баночки. Это гидрофильное масло Одио. Потрясающе смывает макияж, не раздражает глаза. То есть, вы можете спокойно открыть глаза. То есть, вы размазали по глазам, да, и можете их открыть, и вам ничего не щипет, в отличие от бюджетного аналога. Вроде черный жемчуг. Ну вот, смывает он, конечно, неплохо, черный жемчуг, но все равно, вот, Диор смывает лучше. Особенно тушь. Как-то черный жемчуг не очень хорошо с этим справляется. Поэтому, наверное, все равно я буду возвращаться именно к этому гидрофильному маслу. Оно не имеет неприятной отдушки. Его хватает довольно надолго. Я готова ему пить Оды. Я обожаю его. Это самое лучшее снятие макияжа для меня. Оно не оставляет никакой жирной пленки. Я после вот этого гидрофильного масла даже, ну, то есть, я смываю его, и какой-то умывалкой мне уже больше не хотелось умываться, потому что кожа лица настолько чистая, что и поры все очищены. То есть, он настолько все хорошо вычищает, что вот больше ничего, кроме вот этого, вечером мне не нужно было. А после чистой линии порой все-таки остаются какие-то вот средства. В основном, больше всего остается тушь. Тональное средство, оно хорошо с ним справляется, а вот тушь нет. В отличие вот от этого гидрофильного масла. Я его обожала. Что у меня подошло к концу, и слава богу, это Невея кондиционер для тела. Честно, я очень долго старалась его добить. Не нравится мне эта вещь абсолютно. Я знаю, у нее очень много фанатов. Причем, по совету Катюши, я решила ее попробовать в качестве как пены для бритья, но нет, совершенно мне это тоже не понравилось. И как-то она у меня как будто слезает какой-то такой массой, непонятной слизью. И увлажнение такое, не то что увлажнение, это скорее как будто силикон на вас. И, не знаю, мне хочется это побыстрее смыть, потому что ощущение, что кожа совершенно не дышит. Ну, в общем, мне не нравится. Следующее, что у меня закончилось, и мне эта штучка очень сильно нравилась, это Клориаль Абсолютная нежность, мягкий гель-крем, совершенствующий кожу. Бережно удаляет загрязнения, преображает кожу, успокаивается смягчать. Без мыла и от души. Я бы не сказала, что он совсем без от души. Чем-то он пахнет. И не сказать, что это самый приятный запах. Когда шла в душ, и просто в душу это брала, это, во-первых, упаковка такая удобная, хранить такую в душе. Плюс, как бы, очень удобно, то что это и снимает макияж, и умывает сразу. Поэтому вот эта вещь мне нравится, и ее я повторю, в принципе, если что-то новенькое не захочу попробовать. Мне понравилось это умывал. Следующая вещь. Я надеялась, что это будет что-то наподобие, как от Клориаль, но это более бюджетная вещь. Она, по-моему, на стоила, что-то там, стол, 150 рублей. Это от Нивея крем-гель для умывания, для сухой и чувствительной кожи. Бережно очищает и увлажняет кожу для красивой и нежной кожи. Миндальное масло, технология Hydra Q. Запах у нее такой стандартный, Нивеевский. Я не смогла пользоваться этой вещью. У меня вот тут целая бань. Пробовала я ей пользоваться, наверное, раза 4-5. И каждый раз у меня кожа оставала все еще грязная, и я умывалась повторно какими-то другими. У меня подошло к концу. Это клубачок у меня благополучно убежал. Это Виши Идеалия Ай. В какой-то момент я подумала, что это то же самое, что от Lancome Visionar. Но нет, все-таки они отличаются. Визионар я видела намного больше увлажнения, чем вот от этой Виши. Но я не говорю о том, что Виши плоха. Я говорю о том, что от Lancome мне все-таки нравится больше. Но и эта штучка мне нравится тоже. Она очень хорошо убирала снеги под глазами. Бывало то, что я утром встаю, у меня никаких снегов под глазами. Я пользовалась и на ночь, и утром. Наконец-то мои пустые баночки подошли к концу. Я побежала их выбрасывать, а то они немного залежались у меня на полочке. А вас я всех обнимаю, целую, и пусть удача всегда будет с вами. Пока-пока! Ты че такая дерзкая? Ты че такая дерзкая? Продолжение следует... Спасибо за просмотр! Продолжение следует...